Истинно, истинно, говорю вам! Когда мертвые услышат глаз Сына Божия и, услышав, оживут, ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын человеческий. Не дивитесь всему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глаз Сына Божия и изыдут, творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло — воскресение осуждения. «Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». Сегодняшнее евангельское чтение посвящено очень важной теме — теме всеобщего воскресения и Страшного Суда, которые наступят в конце существования нашего мира. Причем важность услышанных сегодня нами слов подтверждается тем фактом, что Господь, говоря иудеям о том, что все мертвые, услышав глаз Божий, оживут, дважды употребляет слово «Истина» или «Аминь». Спаситель говорит, наступает время и настало уже, когда мертвые услышат глаз Сына Божия и услышав оживут. Почему здесь Христос употребляет два времени — и будущее, и настоящее? Потому что действительно с пришествием в этот мир Христа начало происходить нечто необычное, ведь до Него никто на земле не мог поднять из могилы усопших, как бы ни старались и каким бы заклинаниям ни прибегали. Господь являет миру невиданные чудеса — воскрешение сына Наинской вдовы, дочери Иаира, наконец, чудеснейшее воскрешение четверодневного Лазаря, что тело уже даже начало разлагаться. Время Мессии пришло, и мертвые, услышав Его глаз, встают, повинуясь Его воле. Неужели это не является прямым доказательством божественной природы Иисуса Христа? «Если же Он — Сын Божий, истинный Бог, единосущный Отцу, тогда для Него нет ничего невозможного, ибо Богу всё возможно». Именно поэтому Христос Спаситель добавляет, «Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе». По замечанию святых отцов, Господь имеет власть воскрешать мёртвых по той причине, что Он — Бог, имеющий жизнь в самом себе. А что значит «иметь жизнь в самом себе»? Святитель Афанасий Великий пишет, «Только Бог является в полном смысле этого слова жизнью, потому что всё остальное, в том числе и человек, живут не сами по себе, но в зависимости от Бога, как источника своей жизни». Однако далее Христос говорит о Себе интересные слова. «И дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий». Таким образом, если возможность Сына Божия воскрешать мёртвых является следствием того, что Он — Бог, то Его право судить людей объясняется тем, что Он — не только Бог, но и человек. У одного современного христианского писателя есть рассказ размышления о Страшном Суде. Накануне Страшного Суда в одном месте собираются все люди, которые во время своей жизни испытали те или иные мучения, но не за веру. Там оказались и замученные в концлагерях, и жертвы политических репрессий, и люди, которые просто терпели притеснения от других людей. В определённый момент среди такой толпы начинают раздаваться голоса возмущения. Почему нас должен судить какой-то Бог, который находится где-то далеко, на небе, и вообще не знает, что такое страдание? Бог в раю, Ему там хорошо, а мы здесь, на земле, всю жизнь мучились. И пока в толпе всё сильнее и сильнее звучали подобные обвинения и негодования в адрес Бога, к земле стал приближаться свет. И чем громче люди осуждали Бога и оспаривали Его власть судить людей, свет становился всё ярче и ярче. Когда свет стал ярким настолько, что на Него невозможно было глядеть, толпа утихла. В этом свете люди наконец-то увидели Бога. Но не как грозного судью, а как ангца, отданного на заклание за жизнь всего человечества. Он показал им свои раны на руках и ногах, и над толпой повисла тишина. Бог имеет полное право судить нас, потому что Он не какой-то абстрактный Абсолют. Наш Бог — это Бог-Личность, который ради нашего спасения Сам стал одним из нас и претерпел за нас страшные муки и смертный указ. Блаженный Феофилакт Болгарский отмечает, унижения и страдания — это вещи, недостойные Бога, но без них иной возможности спасения человека не было. И поэтому Бог принимает их. Бог ради нашего спасения, ставший человеком, будет судить нас в последний день существования этого мира. И в результате этого суда изыдут творившие добро воскресение жизни, а делавшие зло — воскресение осуждения. Всеобщее воскресение — это, по сути, начало нашей новой жизни, начало нашего нового бытия. Бытие, которое никогда уже не закончится и не изменится. Все мы однажды окажемся в вечности. Вопрос только в том, в какой. Если наша жизнь будет наполнена добрыми делами, любовью к Богу и любовью к ближним, тогда наша вечность будет блаженной. Если же мы в своей жизни так и не поняли, что такое любовь, и не разделили ее с другими, тогда, увы, наша вечность будет там, откуда будет слышен только плач и скрежет зубов. Сегодняшнее Евангелие заканчивается словами «Как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». Это значит, что наша участь в вечности будет абсолютно справедливой, а значит, только от нас зависит, сможем ли мы достичь того блаженного Царства, ради которого и пришел в наш мир Сын Божий, и ради которого Он соделался Сыном Человеческим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова